друзья всем привет сейчас будет третья часть снимаю все в один день если честно уже выдохлась просто много повторялок но хочется охватить все горшки чтобы посмотреть как меняются растения как они выглядят маленькими крохотульными как они потом набирают массу выглядят уже по-другому ну в общем что у нас в этом горшке так это вот эхиверия субкаримбоза это верона буду вставлять фотки мамок это грабтоверия титу банс не это гилва здесь возвышается так это пахи верия пахи фитодея фарегата она у меня сначала скинула вот этот вот нижний ряд листьев вернее средний ряд листьев видимо может быть переливки был но ограничилась только тем что отсушились вот эти центральные листья потом она начала наращивать макушечку подрастет будет в продаже сейчас пока еще мало ли может быть она вообще она думает сдохнуть кто знает так это blue bird это купидоны купит 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 так кто у нас вот здесь переворачиваешь горшок совсем другой цвет и оттенок не тот который на самом деле так как тоже у нас это есть наверное может быть титу банс не знаю какой-то на вид измененная вот из одного листа так не как не как не как ладно это пахи фитом blue mist это вот как раз рядом с мамкой стоит вот она мамка пахи вере экзотика вот она а вот ой дочка или сыночек это фабиола так это какой-то уличный седум не помню как его зовут в общем этот уличный седум почти что засох остались несколько листьев от него может быть пойдут там какие побеги еще из центра в общем пока так так это а это про тимпинг вот это про тимпинг это вот две розеточки наверное я так предполагаю хеверия сноубани вот это и вот это это мэнса это верона 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 это мэнса а это хеверия амаена вот такой горшочек ну вот здесь детки уже покрупнее чем в предыдущих видео видно что они побольше уже растут и что есть прям такие уже и не детки вот верона вот это уже вполне взрослая розетка но не такая прям ах чтоб огромная но уже от листа до листа на сантиметров пять точно так это верона рассказывала я ой верона фиона господи фиона девочки фиона это фиона все вот этот вот ряд полностью ряд это фиона верона вот она оливковая в центре вот опять хотелось бы заострить внимание рассыпалась когда-то от перелива розетка эхеверия грабтоверия титу банс и каждый лист дал дитё но не знаю вот это дитё когда когда она достигнет хотя бы вот такого размера но я думаю что не очень скоро но все равно видите вот любовь к жизни то есть продолжение следует материнская розетка погибла это ж ужас какой-то вы посмотрите каждый лист дал детку каждый вот сколько было листьев на эхеверии на грабтоверии вот вся эта куча обдетилась кошмар кошмар какие-то зелененькие которые находились без света смотрите вот все с корешками все с детками ну вот эта детка зелененькая а вот это было на свету она розовенькая ну конечно же корни у них уже длинно их нужно срочно сажать иначе они так и будут чахнуть чахнуть заткну их тут так а это у нас что там торчит а это торчит у нас там грабта питалом silver star вот это тоже кто-то рассыпался потому что знаете почему вот это происходит потому что растения стоят очень плотно на полках не дотягиваешься чтобы полить и приходится лить по головам ну то есть на выживаемость выживет значит выживет не выживет значит не выживет и вот кто-то выживает а кто-то не выживает то есть материнские растения погибают ну вот дети все равно появляются все этот горшок осветила хотела показать вот это растение ну все что осталось этого растения в большинстве его продала вот все что осталось было конечно но пышнющие вставлю фотку вот а эти стволики такие бонсайчики ну что хотелось мне сказать что вот это грабтоверия гилва из нее очень хорошо формировать какие-то такие экзотические виды на ножках бонса и вот обрезать основное растение обрезать и она уже потом наращивать деток то есть вот здесь дитя здесь дитю будет такой экзотический вид я знаю методику ну как методику она может быть всем известно но просто как делают вот такие растения вот кому нравится дают растению пышно буйно расти путем хорошего полива и низкой досветки то есть у вас растение вытянулось потом вы резко это растение ставите под яркий свет под хорошее освещение либо на солнце на улицу либо под яркие лампы и у вас уже эти длинные стволы начинают деревенеть становиться плотными и макушечки начинают тоже становиться компактными нижний ярус листьев постепенно отсыхает можно их даже оборвать нижние ярусы вот эти вот и ну какие-то падают там вот эти детки потом появляются этот горшок конечно меня уже желает пересадки надо им заняться пересадить ну пока даже не знаю как я его пересажу потому что мне вот эти вот стволы не очень хочется удалять если кому-то вот кого-то заинтересует именно стволом но жалко мне их выбрасывать вот эти именно стволы потому что они еще будут жить не один год вот и срубить деток с них по-любому всегда можно но просто вот именно такой ствол получить нужно хотя бы ну года два около трех точно чтобы был вот такой мощный ствол то есть это не быстрый процесс то есть кому-то если нужно вот такую коряжку с детками то пишите вот то есть грабтоверие вот это есть в продаже и путем черенкования и можно детку можно побольше детку можно на длинной палке детку можно и вот такие коряжки их тут несколько еще один горшок с очень плотной посадкой видите практически здесь ну просто даже почти что нигде не видно земли то есть все заполонили дети я специальных сажала крупной посадкой частой посадкой уплотненной специально во первых чтобы они меньше росли потому что когда они растут это однозначно им нужно много места вот плотная посадка вот такая она сдерживает их рост ну и во вторых в целях экономии места естественно давайте сейчас я предвину его вот так и расскажу кто тут есть так это грабтоверие фретаевс волосянка на ней белкина так это тоже фретаевс это луэлла вот я до этого показывала луэллу зеленую вот это и побольше света видите у нее уже листики красноватые это тоже луэлла это 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 варигатная детка ну надо же смотрите-ка варигатная детка эхиверия маена то есть варигатность у нее хорошо заметно смотрите я себе оставлю одну варигатную детку которые вот у меня вместе с крестатой раз растет я вам показывал как-то видео ну а вот это кому нужно пишите вот первый раз вместе с вами вижу вообще их просматриваю я их поливаю по головам так чтобы лишь бы были политы и вот так досконально я их не разглядывала так это по всей видимости у нас лилоцина это наверное пройти in pink это вот коричневые головастики вот это вот полянка это эхиверия милако это купит это эхиверия нет не хиверия с доверия летиция это браун розы эхиверия это плохо ее видно горшок наклонен нюра не нюра перпл пьер это эхиверия мару это грабтоверия миссис ричардс покажу снова миссис ричардс вот она вот этот нее дети вот они вот смотрите похож дети на взрослое растение ну да окрасом похож это которые вот тот побег который побольше уже как бы имеет все признаки материнского растения форму цвет окрас но вот дети которые поменьше можно даже и не понять что это за растение правда ставлю так это вот куспи дата 2 я хотя бы для себя буду узнать сколько у меня каких видов так 2 куспи дата это фиона это вот здесь три грабтоверия деби это эхиверия мару это наверное все таки я думаю фред тайвс но очень маленькие еще очень мелкие вот это не знаю что за растение это и неаполина и по всей видимости непохиверия драка это наверное ну как всегда забыла короче какой-то queen ставлю фотку какой queen но все у меня уже мозги реально не работают я уже обсуждаю растение наверное к полутора часа моя болтовня подходит потому что сегодня я говорю снимаю уже третье видео и уже у меня не мозги не баня не шарят ничего вот эту тоже не знаю что это за длинные длинные листики с налетом не знаю в общем подрастет будет видно этот горшочек я тоже люблю ну чем они больше становится тем горшок прикольней а кто у нас там на галерке вот там на галерке мы не знаем кто вот милака узнала вот эту деть не знаю кто это так купи да здесь еще есть ну и наверное все всех охватило на и маленькие две вот суп коримбовский но не прям очень еще маленькие вот они а и вот это еще в регатные девушки отправляла наверное ирина из курска про тебя говорю помню по растениям какие растения отправляю по некоторым растениям помню некоторых покупателей не знаю чем это связано ну вот помню точно что вот эту я розетку только она была больше отправляла ирине из курска это гратта верите тубан сварегатная сейчас покажу мамку мамка вон на стоит под вытянулась у стекла надо ей срубать макушку в скором времени и укоренять ее заново вообще садики конечно растут очень красиво не в невероятно но такие милые они особенно когда они начинают вырисовываться что начинают у них формироваться нормальные розетки когда они становятся похоже действительно на свой вид вообще конечно садики невероятные получаются очень красиво плотная посадка кстати вот из них делают картин суккулентные забавно и вот что еще хотела сказать всегда зеленый оттенок ярко-зеленый такой цвет травы и сочной он добавляет такую радость вот в этот садик вот смотрите на общем розовом фоне розово-сиреневым какое растение бросается в глаза мне глаза бросается сразу с двери летится вот это ну потом какие-нибудь светлые вот если плуэла росла где-то вот тут в центре она все равно выделялась поэтому зеленые растения всегда нужно иметь в коллекции но я считаю чтобы вот не было однообразным это все потому что сиреневые они тоже приедаются все хотят сиреневые розовые но не всегда они не ну кому-то может быть и всегда ну вот мое мнение что зелененькие надо любить тоже потому что они очень даже неплохо выглядит особенно те которые с красными кончиками как вот летицы кстати летицы вот осталось две деточки одну наверное я стану оставлю себе иначе я останусь без летицы все ее раскупили вот уф друзья ура последний горшок и больше нет нет есть там еще несколько небольших но я их не стала приносить то есть но вот для видео которое приносило вот этот будет последний ура ура и наверное это видео будет покороче так что у нас здесь имеется здесь у нас имеется эту детку я на все-таки раздавлю сегодня на лист уже хряпнул какая неаккуратная так ладно вот давайте отсюда это наверное куспи дата махонькая с красными кончиками это вот купит вот я вижу что это купит вы видите нет у кого есть купит тут конечно же узнает эту детку кого были детки из листа где мой пинцет ну вообще конечно вот в этом возрасте очень сложно определить что это купит но я знаю точно что это купит так это сапсисилис это вот тоже каланхоя чик веселенький каланхоя дегремона это тоже сапсисилис сапсисилис так ну наверно пойду вот так рядами чтоб никого не пропустить это титу бансы это шавиана пингфрилс это не знаю кто наверное лавли роуз какая-то вообще доходная это вот какие-то пузатики не знаю кто по всей видимости какие-то корейцы что это за растение не знаю так это валентина какая-то тут деградированная ну вот сначала росла деградированной а потом уже начала вырисовываться у нее розеточка так это вот кто знает кто это не могу сказать не сапсисилис не блуберт однозначно не знаю короче это сапсисилис это не ура это пэблс это верона кошмар нет это уже верона не ну верона похожи ну вот пэблс конечно только опытным взглядом можно определить что это пэблс вот но верона уже похоже ну мне так кажется что она похожа так это полина было это тоже полина 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 это суп коримбоза так придется переворачивать во все пинцет зубов это страшно так нам грохнется это горшок вот так хорошо конечно видно так это их верия elegance albicans смотрите какая сочная зелененькая с пухлыми листиками обалденная рядом купиды один купит 2 купит так вот это вот что то такое тут но по ходу какая-то шавиана это 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 луэлла это тоже луэлла так это по всей видимости блухер он лавли роуз это драку наверное очень маленький еще чтобы сказать точно ну наверное они так это лавли роуз это наверное пахифитум яйценосный это амаена bluebird мэнса мэнса bluebird bluebird фабиола вот вот этой фабиоле хватает цвета но так нормально хватает и форма у нее такая как должна быть и прожилки у нее красноватые в общем все с ней хорошо это так как же и лилоцина вот лилоцину можно определить дотронувшись до нее лилоцина ужасно каменные листья имеет просто вот наверное самые каменные листья из всех тонколистных эхиверий такие реально вот каменный цветок прямо даже вот пинцетом прикасаешься получается стук так вот эту не знаю кто это сухие листья да можно их удалить они вам мешают мне они тоже мешают вот этот можно удалить а вот на этом сухом листе сидят сидит вон та куртина и пока она хорошо не внедрится в почву этот сухой лист будет держаться потому что она сейчас вся рассыпется ее можно конечно взять рассыпать и рассадить отдельно но как вы видите здесь места нет и пока корешки у нее не увеличится этот лист я трогать не буду его можно просто обрезать чтобы он не загораживал свет и все к сожалению посадка деток из листа не очень эстетичная потому что вот эти вот сухие листья полузасохшие страшные теряющие окрас теряющий тургор они конечно смотрятся здесь так грустненько но без них нет жизни деткам вот этот еще засох чуть-чуть на половину не знаю что это тут в общем там даже подписано а кто там подписан уже и я не скажу вам короче очень хорошо я подписывала походу нибудь не знаю кто там сидит не могу не буду еще сдергать наверное кто-то там есть на нем ну вот друзья все этот горшок тоже весь рассказала вот так если взгляд со стороны издали кто уже однозначно похож на своих родителей я думаю что вот уже не спутаешь однозначно фабиолу не спутаешь наверное луэлу чем крупнее тем понятней не спутаешь bluebird ну мэнсу знаете можно испутать потому что мэнса мэнса она тоже она разная бывает она бывает и сиреневого цвета бывает и красного цвета красного оттенка я показывала вам мэнсу покажу еще раз вот в центре красная за цветоносом это мэнса то есть смотрите какой цвет сейчас у мамки какой цвет у деток вот еще не очень похож хотя розеточки уже крупные 4 сантиметра точно есть вот так по диагонали от листа до листа точно 4 есть вот этот ионим тоже прикольный но это не детки это растение привозное я кстати получала посылку последние наверное дни перед новым годом но я не снимала видео так как так как некоторые растения пришли подмороженные и к те которые были не подмороженные тоже были под вопросом вот я их посадила и наблюдала за ними в общем кто выживет тут выживет но вот видите выжил принялся стал уже розовеньким хотя он розовым не был вообще классный такой обалденный вообще суперский я в основном заказывала растения последнюю посылку из одной эхиверии мне очень ее хотелось наверное сейчас притащу притащила короче заказывала последнюю посылку вот из-за этого растения одну розетку оставила себе было их шесть штук остальные девочкам предлагала тем которые заказывали у меня растения ну знаете почему предлагала сразу потому что они были огромные вот это растение сейчас горшок здесь 9 сантиметров растение уже по раскиду листьев но точно сантиметров 12-13 а были они все 16 сантиметров то есть у этого растения я отдирала нижний ярус листьев даже наверное два нижних яруса листьев очень много но только для того чтобы ну во первых они еще как бы знаете но первые листья как у всех бородавчатых они у них можно сказать обычные они у них не имеют такой правильной формы которую будут иметь уже взрослые листья вот смотрите вот этот лист вот чем уникальный этот вид ладно сейчас я про расскажу ну в общем заказывала я 6 штук растение это дорогое название у него было эхиверия трампет премиум ну то есть трампет это трампет ну вот я допустим с названием хочу поспорить я не уверена что это растение гибрид эхиверия трампет пинки вот той того растения которые с трубочками на мой взгляд здесь одно растение эхиверия купит а второе растение коту какой-то бородавчатый однозначно потому что у трампет пинки нет бородавок я где-то в инстаграме читала у девушки в посте что это гибрид эхиверия трампет пинки и эхиверия перл фон нюрнберг ну вот от нюрки здесь у этого растения ну можно предположить только цвет тогда откуда же бородавки трампет пинки однозначно не бородавчатые растения то есть чтобы получить бородавку на листе нужно обязательно скрестить бородавчатые какое-то растение с другим видом вот я думаю что этот гибрид прародителями которых являются два растения эхиверия купит купидон и какое-то бородавчатые растения но может быть лингваз может быть не знаю может быть барон болт все-таки я думаю что так но нюрой и трампет пинки здесь не пахнет как вы думаете на кого она похожа эта розетка и вообще какой каким будет она в будущем я не знаю потому что я впервые увидела такую розетку нею захотелось ужасно вот что это будет за уникальная личность я не знаю ну вот наверное есть такие растения уже и в продаже где-то потому что вот у девушки я тоже видела где-то на ее брала но ну вот вот теперь она у меня есть не было их 6 штук и так как у них размер был по 16 сантиметров это свои листья подрала девочкам то я отправляла такие розетки какие были она была просто огромная она была тяжеленная огромная ужасно ну грамм на на по 300 может быть по 250 каждая розетка была вот и всем кто у меня заказа делал перед новым годом я отправляла эти растения вот два растения едут сейчас краснодарский край просто женщина попросила наталья вам привет из туапсе она попросила их отправить позже потому что ее не будет дома на новый год и получать растение будет некому вот я наверно дня три назад или два отправила эту посылку она заказала аж два растения и остальные тоже разъехались и для меня это было большой радостью потому что мне их реально негде было размещать потому что вместе с этими розетками приехали еще какие подмороженные какие не подмороженные какие повторялки и 16 на 6 это это хорошо получается это по длине метр и по ширине 16 сантиметров нормально вот такого конечно места у меня однозначно не было вот кто вырастет из этой розетки даже не знаю даже не могу предположить каким она может быть ну вот как бы вот эти листики то ведь у нее бородавка на тыльной стороне листа у нее что то есть от swan like a swan like a заворачиваются тоже листья в центр розетки но мне кажется что это купит и какая-то бородавка но однозначно не трампе пинки хотя названо трампе премиум ну название вот эти они и корейцы их выдумывают от балды и голландии и италия в общем все они многие виды просто в прайсах для продажи обозначают но не знают не хотят писать и сп и просто даже называют другим именем совершенно не похожим поэтому точного названия этого растения нет кто это может быть когда-нибудь кто-то напишет тот кто выводил это растение и мы станем мы будем уже знать на самом деле кто являлся прародителями этой уникальной розетки но пока это остается загадкой листья оторвала и вот сколько они лежат приходили эти растения не знаю числа на 25 декабря может быть 23 не знаю короче не помню уже но недели две точно прошло уже с того времени и многие листья стали прозрачными засохли те которые не стали прозрачными пока что лежат но может быть штуки 34 там осталось пока что лежат без деток без корней просто лежат поэтому не могу сказать будет ли потомство от листа или не будет ну как известно все бородавчатые очень тяжело рожают детей но все бородавчатые знаете они тонколистные но вот эта бородавка толстолистная по идее должно быть дитё но не знаю в общем буду держать в курсе как-нибудь сниму видео если появится детка сниму конечно видео покажу но если не появится смысл снимать вот растение кстати подвялены хорошо что я про него вспомнил нужно его срочно полить вот такие у него листья с бородавками видите листья разного разноплановые и круглый лист и заостренный и бородавки эти по-разному расположены и форма разная какие-то отсылала к розетке там вообще были трубочки то есть вот были даже несколько листьев нескольких розетках такие вот ну как у купида поэтому сие есть тайна кто есть кто друзья хотел вам еще показать как выглядит вот этот садик обалденный мне так нравится вообще пестрая зелень вообще шикарный такой нарядный такой прям радостный это кстати черенок красулы плавновидной но не ложно плавновидной ложно плавновидной она потоньше плавновидной она пожирней видите она отличается от обычной плавновидной вот такой череночек я себе заимела ну размножится ежели надеюсь что она пахнет не так как ложно плавновидной когда цветет ну все друзья это вот мои недавно посажены литопсы ну как недавно может быть месяца полтора назад а это вот я отрывала лист от своих и вере и тинбургер что там с ним есть она деточку появляется не фокусирует но детка вот видно махонька еще бусинка так вот так тут короче куча мало у меня горшок на горшке стоит место нет привозных растений много и распихивала просто куда ни попадя тут ли листья и просто стоят горшки в общем такая кота вася пересадила две своих эхиверии которые обещала пересадить пару видео назад вот они они ну и все все друзья даже не знаю уже о чем болтать во первых сегодня я уже переболтала уже это третью ведь третье видео отснятые хотела вас попросить девочки кого интересуют какие темы пожалуйста скажите мне потому что у меня реально иссякли уже все темы я не знаю о чем говорить просто об одном и том же говорите уже не интересно может быть кто-то подаст какую-то идею может быть кого-то интересует вообще какой-нибудь нюанс там ну не знаю даже в каком плане ну что-нибудь о чем можно рассказать буду благодарна но все друзья всем спасибо за просмотр пока пока до новых встреч и надеюсь до новых видео пока пока всем здоровья и добра